Подал иск в суд. Депутат Госдумы Николай Абудуев требует от Народного Хурала отмены доплат к пенсиям ВИП-чиновников от Республиканской службы по тарифам снизить тарифы на тепло. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. Подробнее об этом и не только. Далее без комментариев. Я подал суд на Народный Хурал. Полагаю, что нам необходимо не снижать ВИП-пенсии на 50%, как это предполагается сделать авторами законопроекта, а убирать их вообще. Нам необходимо деньги направить на более какие-то значимые, более важные дела. На одной чаше весов у нас стоят жизни людей, здоровье детей, а на другой чаше весов у нас стоят интересы бывших чиновников, которые, мягко говоря, при участии, части которых, республика оказалась в той дыре, которая сегодня оказалась. Подал в суд на Республиканскую службу по тарифам. Суть иска. Требует отменить котловой принцип формирования тепловых тарифов в Улан-Удэ. Сегодня ТГК-14 объясняет, что тарифы высокие по городу в Улан-Удэ из-за того, что сверху высокие тарифы заложены на жителей, которые проживают в поселке Стеклозавод. Полагаю, это неправильно. Если удастся добиться отмены котлового принципа, у нас оплата за тепло для жителей Бурятии снизится, ну, может, не в два раза, как бы, да, для жителей, точнее, в Улан-Удэ, но значительно снизится. Необходимо переводить котельную стеклозаводу на уголь. Это дешевле. Собственно говоря, если у нас произойдет рост, ну, скажем так, снижение по всему городу и рост на стеклозаводе, то необходимо будет организовать, облегчить процедуру получения денег в рамках социального норматива, компенсации. Ну, просто мне просто уже трудно смотреть на то, что ко мне приходят постоянно пенсионерки, у которых пенсия 10 тысяч рублей. Они за квартиру отдают, ну, за коммунальные услуги дают половину пенсии. Я полагаю, что строительство ГЭС нанесет существенный ущерб экологии всего региона, в том числе и Байкала. Полагаю, что жители Улан-Удэ неравнодушные 31 марта должны прийти на общественное слушание. Я призываю к этому и высказать свое мнение по этому поводу. Ну, я надеюсь, что Монголия воздержится у строительства ГЭС в том варианте, в котором сегодня это есть. Необходимо учитывать интересы Монголии, но в то же время без такого существенного ущерба экологии Байкала. Не дай бог мы Байкал погубим, этого никто не простит нам.